На этого место встречи, вот сейчас, во время конфликта нашего с Западом, идёт ли наша страна каким-то восточным путём, или он у нас всё-таки свой собственный? Олег Анатольевич. Россия идёт своим суверенным путём, ни от кого не отгораживаясь, ни с кем не враждуя, мы готовы брать всё лучшее и на Западе, и на Востоке, и на Юге, и где надо, и от всего худшего мы, конечно, хоть с Запада, хоть она с Востока идёт, мы будем отгораживаться и не будем худшие практики принимать. Будет ли это тогда свой собственный какой-то уникальный путь? Сейчас Россия не идёт собственным путём? Не идёт, нет, потому что Россия вынуждена действовать так, как она действует. Вынуждена она благодаря умелым действиям Запада и неумелым собственным действиям. Ну, так сложилось, так Запад создался, то Россия вынуждена была, да, Путин говорил об этом неоднократно, мы вынуждены были начать специальную военную торговую. Вот это важно. А наш собственный путь заключается, я сегодня ехал и отрефлексировал на немецкой машине, значит, в голландском пальто, попивая китайский чаёк с китайским нефритом, и перекрестился, и помолился еврейской женщиной. Вот наш путь, понимаете? Да вы какой-то вообще просто беспринципный типчик. Так, Фёдор Мич. У российского общества нет конфликта с Западом, культура, экономика действительно глобальны, и Россия идёт в этом смысле во все стороны. А у российского государства, у которого есть конфликт с Западом, никуда не идёт, оно проваливается, отступает назад, куда-то вниз. Фёдор Мич живёт в своей абсолютно вселенной. Нас не должно беспокоить, есть ли смертная казнь в Китае или нет. Как и китайцев, это не должно волновать. У нас есть свой выбор, и мы сами должны решать, как поступать, в том числе, и с преступниками. Сегодня в программе прозвучало справедливое утверждение о том, что мы, это, конечно, не китайцы. Когда Владимир Владимирович летал в Китай, у меня была вот такая, я летал в сопровождающей группе журналистов, была большая аккредитация. Давно, не последняя. Я от здания, от всекитайского собрания народных представителей пошёл на площадь Тяньаньмэнь записать то, что называется стендап, себя в кадре. Меня приехало арестовывать одна за другой шесть полицейских машин. А ты другое место не мог найти? Андрей Владимирович, шесть полицейских машин приехали. Я смотрел на каждого из них, кто выходил и думал, наши бы с этим справились, конечно, гораздо быстрее. Надо просто было другое место найти. Зачем? Стендап-то мы записали? Так, значит, стоит ли перенимать китайский опыт или рубрика «Занимательная география»? Вообще, идея Трампа построить на южной границе гигантскую стенку для защиты от нелегальных мексиканских иммигрантов, она очень правильная. Но она не новая. Потому что вот когда появилась Великая Китайская стена, так с того момента ни один мексиканец даже не сунулся в Китай. Это было место встречи, которое изменить нельзя. 14.00, будни, эфир НТВ. Всего вам доброго. 2.1. До свидания.